Обязательно досмотри это видео до конца, в конце тебя ждет фишка, которая позволит тебе сыграть любую песню. Привет! Если ты смотришь это видео, значит тебе интересно, как можно научиться играть на гитаре всего за одну неделю и чему именно. Меня зовут Данил Чечеткин, я старший преподаватель гитарного отделения школы музыки гитарда. Сегодня со мной моя ученица Олеся, она будет мне помогать демонстрировать все шаги поэтапно. Итак, день первый. Это день, когда ты должен заняться тем, чтобы понять, как устроена гитара и как правильно поставить на нее свою левую и правую руку. Ну, собственно, сама гитара здесь все просто. Гриф, струны, лады кладем на ногу. Теперь разберемся, как поставить руки. Олесь, поставь, пожалуйста, свою правую руку на гитару. Итак, исправим все по порядку. Начнем с правой руки. Важно, чтобы правая рука не клалась на корпус, то есть запястье должно быть над гитарой. Не прижимаем, а над гитарой. Тогда у нас не будет этих глухих звуков. При игре боем или даже когда мы будем играть перебором, чтобы все звучало. Потому что именно правая рука отвечает за то, чтобы гитара у нас рождала звук. Давай теперь посмотрим, как у тебя это получается. Попробуй выполнить все, что я сейчас рассказал. Ага, да, отлично. Чуть-чуть можно поднять. Да, видишь, звучание идет. То есть гитара не глушится правой рукой. Просто удар вниз. Умница, отлично. Теперь давай поговорим о левой руке. Как нужно именно правильно ее поставить, чтобы все было четко. Начинаю я с большого пальца. Большой палец, который находится сзади за грифом, он должен быть прямой, без наклонов. Именно вот перпендикулярно грифу. Что касается его положения, то он должен быть не сильно высоко, то есть чтобы он не торчал здесь, никому привет не махал. Буквально чуть-чуть кончик торчит, это приемлемо, но ни в коем случае не вот так. Сами пальцы, они встают не под наклоном, они встают под прямым углом. Так, чтобы последняя фаланга с ногтем вставала перпендикулярно в гриф. Олесь, теперь попробуй сделать все то же самое. Ага, большой, прямо. Умница. И теперь согни их крючком пальцы. Умница, супер. День, два. Так как с руками ты уже разобрался по полной, надо срочно переходить к аккордам. Иначе ничего не успеешь. Начать надо с каких-то мега популярных аккордов. Именно не самых простых, а самых популярных. Это будут аккорды АМ и ЕМ. Блин, получились все равно еще и простые. Итак, прежде чем мы с тобой начнем разучивать аккорды, давай разберемся, как нумеруются наши струны. Первая струна у нас всегда внизу. Вторая, соответственно, выше. Третья, четвертая, пятая и шестая. Проще запомнить струны, как этажи. Первый, второй, третий и так далее. Итак, аккорд ЕМ. Ставится он таким образом. Нужно прижать четвертую и пятую струну на втором ладу. Олеся, попробуй, как ты меня поняла. Зажми пятую и четвертую струну на втором ладу. Так, сыграй, как он у тебя звучит. Понятно. Итак, теперь как нужно все-таки правильно поставить аккорд, чтобы он прозвучал красиво. Тебе нужно зажимать этот аккорд не одним пальцем, а использовать два. Какие именно? Средний на пятую, безымянный на четвертую. Средний, средний на пятую. Вот, умница, безымянный на четвертую. Хорошо. И один еще немаловажный факт, что для того, чтобы аккорд прозвучал чище и четче, нужно оба пальца подвинуть как можно ближе к верхнему порожку. То есть к вот этой железке, которая находится между вторым и третьим ладом. Отлично. Сыграй теперь, как он у тебя звучит сейчас. Теперь аккорд АМ. Он ставится очень похожим образом. Средний палец, четвертая струна, второй лад. Безымянный палец, третья струна, второй лад. И добавляется указательный на вторую струну, на первый лад. Олеся, а теперь попробуй поставить аккорд АМ. Отлично, да. Не забывай, учитывай все те правила, которые были и на прошлом аккорде. Умница. Сыграй, как он звучит. Итак, твоя задача на сегодня играть аккорд ЕМ. Именно таким образом поставил, сыграл, отпустил. Поставил, сыграл, отпустил. И так сто раз. До тех пор, пока твои пальцы не запомнят, куда и как они должны опускаться на гриф. То же самое проделай с аккордом АМ. Так как аккорд АМ чуть-чуть сложнее, чем ЕМ, все-таки больше пальцев, надо еще указательный подключить. Начинай все же ставить сначала вот эти два. Затем добавляю указательный. Раз, два. В два движения постановка. Отпустил. Поставил, отпустил. И так же сто раз. День третий. Смотри, на самом деле, чтобы тебе научиться играть почти любую песню на гитаре, тебе нужно выучить 11 аккордов. Они у тебя сейчас на экране. И мы с тобой все их разберем по порядку. На сегодняшний день у нас аккорды С и Джи. Итак, тут очень важные моменты. Давай запомним с тобой, как поставить эти аккорды. Именно их схему. Итак, аккорд С ставится таким образом. Безымянный палец, пятая струна, третий лад. Средний палец, четвертая струна, второй лад. Указательный палец, вторая струна, первый лад. Вот такой аккорд. Олесь, попробуй поставить тот аккорд, который я сейчас рассказал. Не забывай про все нюансы, которые я говорил на предыдущих аккордах. Безымянный, пятая струна, третий лад. Умница, средняя, четвертая. И указательный, вторая. Отлично. Сыграю его. Супер. Теперь посмотрим аккорд G. Я для начала покажу аккорд G, как его обычно учат ставить в интернете. В большинстве роликов, которые ты можешь встретить на ютюбе, тебя будут учить как раз именно вот таким образом. Не совсем правильная постановка аккорда G. Чуть позже я объясню тебе почему. Значит, давай попробуем, Олесь, поставить его так. Средний палец, шестая струна, третий лад. Указательный палец, пятая струна, второй лад. И безымянный палец, первая струна, третий лад. Средний, шестая, третий лад. Указательный, пятая, второй. Безымянный, первая, третий. Отлично. Сыграю его. Неплохо. Смотри, собственно, сам аккорд звучит очень даже хорошо. Вполне сносно все звуки звучат. Но основная подстава здесь в том, что если ставить этот аккорд именно такими пальцами, именно в таком расположении, будет очень сложно переходить с одного аккорда на другой. А аккорды C и G очень часто встречаются в различных песнях именно в такой связке. Олесь, давай теперь попробуем переставить максимально быстро, как у тебя это может получиться. Сначала ставишь C, сыграешь его, переставишь и сыграешь G. Отлично. И теперь на G. Так, средний. Ага. Обратно. Окей. Ну, в целом, все вроде понятно. Как тебе? Удобно? Не очень. Теперь запоминай, как ставится аккорд G именно теми пальцами, которыми я тебе сейчас покажу. Как бы не было сложно, как бы не было больно, старайся ставить его именно так, тогда достигнешь невероятных успехов. Итак, верхушка аккорда ставится так. Безымянный и средний палец встают вместо указательного и среднего. То есть не вот так, а вот так. А мизинец идет в самый низ. Казалось бы, сложными пальцами мы ставим этот аккорд, но именно в таком положении будет удобно переходить с многих аккордов с одного на другой. Стоп, стоп, стоп. Прежде чем мы с тобой продолжим, у меня для тебя есть очень важная инфа. Если в твоей жизни есть больше, чем 10 минут в день для того, чтобы позаниматься гитарой, ну хотя бы 15, тогда обязательно приходи на мой курс «Гитара 30 за 30». Он тебе точно понравится. Мы лучшая школа музыки и наши ученики могут сыграть абсолютно все. Наша команда самых талантливых и идейных преподавателей-музыкантов разработала уникальный курс, который всего за 30 дней позволит тебе освоить игру на гитаре, а твоим личным тренером стану я. Всего 30 занятий по 30 минут. И ты научишься играть 30 самых известных песен на все случаи жизни. Узнаешь о гитаре все и даже больше. Аккорды, бои, переборы и многие другие музыкальные навыки. Мы дадим тебе 30 занятий, задания к каждому уроку, чат с наставником и другими учениками, годовой доступ ко всем материалам курса, а также доступ к дополнительным материалам. Все, что тебе нужно, это кликнуть по ссылке в описании и ты новый Джимми Хендрикс. Ну или самый желанный гость на любой вечеринке. Здесь как тебе больше нравится. Переходи по ссылке, чтобы получить скидку и первый урок абсолютно бесплатно. Ну а мы продолжаем. Олесь, у тебя было время, пока я тут все это рассказывал, потренироваться. Теперь давай попробуем поставить именно аккорд G в том варианте, который я показал только что. Да, ну пока просто G поставь. Безымянный, ага, вверх, средний сюда и мизинец самый низ. Отлично, умница, сыграю его. Блестяще. А теперь попробуй делать переход. Сцена G. Супер. Видишь, гораздо быстрее и как тебе по удобству? Да, так нормально. Шикарно, да? Супер. Эти аккорды важно начинать разучивать именно сегодня, иначе ничего не успеем. Сложно, ну а что делать? Че думал, в сказку попал? День четвертый. Добавим в твой арсенал еще один аккорд. Аккорд ДМ. У аккорда ДМ есть похожая проблема, как и у аккорда G. В основном его ставят неправильно, то есть не теми пальцами, которыми было бы удобнее в процессе, в дальнейшем играть. Я тебе покажу именно тот вариант, который тебе позволит играть круто. Итак, как же его ставят начинающие гитаристы? Давайте узнаем об этом у Олеси. Давай, Олес, попробуем его поставить. Значит, зажать нужно первую сторону на первом ладу, третью на втором. Первую на первом ладу, да. И вторую на третьем. Ну, типа того. Давай, попробуй сыграть. Угу, угу. Это классическая ситуация. Практически все, кто первый раз пытается поставить этот аккорд, у них получается вот такое звучание. Нифига не звучит, гремят басы, сам аккорд толком не звучит. Теперь давай посмотрим, как этого избежать. Все дело в том, что аккорд этот ставится с мизинцем, а именно средний, так же, как и ставила Олеся, на третьей струне на втором ладу. Мизинец на второй струне на третьем ладу. И указательный палец на первой струне на первом ладу. Именно в таком варианте у тебя прозвучат все струны. Итак, поехали. Давай, средний, третий. Мизинец вторая. Отлично, умница. И указательный первая. Сыграй теперь этот аккорд. Вот. Уже гораздо лучше, но что-то еще пока не камильфо. В чем же здесь проблема? Дело в том, что не во всех аккордах мы должны бить по всем струнам. Таким образом, как раз аккорд ДМ, он бьется не по шести струнам, а бьется он от четвертой струны. То есть, нужно целиться как можно больше на нижние струны. Попробуй ударить так, чтобы тебе не звучало шестая и пятая струны. Супер. С этим аккордом все то же самое, как и с предыдущими. Сто раз прижал, сто раз отпустил. Это очень важно, не забывая. Именно так ты освоишь постановку аккорда. И также сегодня нам нужно с тобой освоить такой прием игры, как гитарный бой. Дней всего семь, поэтому мы должны с тобой научиться играть какой-то козырной, прям универсальный бой, к которому ты можешь просто пройтись по всем песням катком. Все бои нужно разбирать под счет. Читать мы будем с тобой сейчас раз и, два и, три и, четыре и. Смысл такой, что на каждый произнесенный счет, будь то раз или будь то произнесенный счет и, рука должна делать удар по струнам. Причем на счет цифру это удар вниз, на счет и это удар вверх. Таким образом получается, когда мы играем бой, мы чередуем два удара вниз или вверх. Но чтобы ритм получился более интересный, нужно бить не постоянно на каждый счет, а на какие-то определенные выбранные счеты. Я предлагаю тебе бой, где нужно бить на счет раз, на счет и, два мы пропускаем, то есть делаем движение впустую, это важно, что рука не останавливается, просто не бьет по струнам. На счет и, три мы делаем два удара. И, три. В сумме получается так. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Попробуй, Олесь, теперь сделать этот ритм. Ага, хорошо. Теперь давай прям подсчет попробуем, чтобы это было максимально ровно. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре. Умница, отлично. Никакого секрета здесь, секретной какой-то пилюли не будет. Просто повторить так же сто раз, и ты обязательно научишься играть этот ритм. Обязательно считай вслух. День пятый. Сегодня надо приступить к аккордам F и BM. Это аккорды с так называемым баре. В принципе, именно два аккорда с баре тебе позволят играть любую песню в мире. Итак, аккорд F. Баре ставится на первый лад. Баре это указательный палец, прижимает все струны. Далее, средний палец, третья струна, второй лад. Безымянный палец, пятая струна, третий лад. И мизинец, четвертая струна, третий лад. Аккорд BM очень похож на аккорд F. У него похожая конструкция, только баре ставим на втором ладу. А пальцы, вот эта комбинация, спускается на струну ниже. То есть, средний на второй, безымянный на четвертый, мизинец на третий. Итак, аккорд F. Давай попробуем поставить. Указательным пальцем баре первый лад. Средний на третий второй лад. Безымянный на пятую. Не забывай про все правила. Пальцы ближе к порожкам. Ага, сыграй, послушай, как он звучит. Да, для первого раза очень даже неплохо. Не беспокойся, аккорд F и вообще в целом аккорд с баре, пожалуй, физически самые сложные аккорды, которые можно ставить на гитаре. Поэтому поначалу они будут звучать не совсем полотно, не совсем полно. Они будут звучать с таким треском. Поэтому не переживай, если они звучат вот так. Хорошо, Олесь, а теперь все то же самое. Поставь аккорд BM. Там баре у тебя на втором ладу. Да, хорошо. И комбинация такая же. Да, сыграй этот аккорд. Отлично. Вот это даже звучит уже получше. С этими аккордами та же история. Поставил, отпустил 100 раз каждый день. Каждый аккорд нужно играть по 100 раз, поставить, отпустить. Итак, день 6. По сути, самое сложное уже позади. Поэтому сегодня немного приятного сделаю для тебя. Выучим два аккорда. D и B7. Прижимаются они вот таким образом. Аккорд D. Средний и указательный пальцы на втором ладу. Средний первая струна. Указательный третья. Безымянный на вторую струну на третий лад. Как бы между ними. И аккорд B7. Там нужно задействовать все четыре пальца, которые у нас находятся над грифом. В таком порядке. Средний безымянный и мизинец на втором ладу через струну. Средний пятая. Безымянный третья. Мизинец первая. И указательный палец на четвертую струну первый лад. Олесь, теперь поставь аккорд D. Отлично, умница. Не забывай про порожки. Подвигай. Супер. Хорошо. У аккорда D, к слову, будет то же самое, что и у аккорда DM. Его надо бить не по всем струнам, а только по нижним четырем. И теперь сыграй аккорд B7. Супер, умница. С этими аккордами все то же самое. Ставишь, отпускаешь не менее ста раз. И так с каждым аккордом. Тогда ты будешь все эти аккорды ставить потрясающе. День седьмой. Вот мир и сотворен. Теперь можно отдохнуть. Шучу. На самом деле у тебя есть еще два аккорда. Но они достаточно простые, поэтому ты выучишь их очень быстро и просто. Давай проверим это на Олесе. Олесь, поставь аккорд EM. Отлично, умница. А теперь попробуй добавить указательный палец на третью струну на первый лад. Ага, отлично. На кого похож аккорд? На AM. Вообще один в один, да? Только в чем разница? Выше. Выше на струну, да? То есть, зная аккорд AM, ты можешь без труда поставить аккорд E. Сыграй его. Отлично, умница. Звучит шикарно. И остался еще один аккорд. Аккорд A. Олесь, попробуй его поставить. Здесь все очень просто. Нужно поставить три пальца в ряд на втором ладу. Начиная со среднего пальца. Средний на четвертую струну. Ага. Безымянный под него. И мизинец рядом, да? Три пальца в кучу. Три в рядом. Супер. Сыграй его. Умница. Если ты будешь смотреть, как этот аккорд ставят другие ребята на просторах интернета, то ты, скорее всего, встретишь такой вариант. Когда эти струны зажимаются указательным, средним и безымянным. В принципе, так аккорд тоже звучит неплохо, но если мы с тобой вернемся к тому, что аккорды надо ставить так, чтобы было удобно переходить с одного на другой, самый удобный вариант будет это безымянный средний мизинец. И вот, ты уже можешь аккомпанировать в себе большинство песен. То, с чего начинается, собственно, твой путь в фингерстайл и, собственно, вообще в любой жанр, который ты хочешь. Олесь, давай теперь сыграем с тобой песню, которую мы с тобой выучили. Вот к чему ты можешь прийти, если будешь заниматься по моей методике в течение 7 дней. Если будешь выполнять все мои задания по 100 раз. А теперь та самая фишка, с помощью которой ты сможешь сыграть любую песню в мире. Если тебе попался аккорд, которого нет в твоем боевом списке, тогда пользуйся кнопкой транспонирования. И крути ее до тех пор, пока аккорды не станут для тебя знакомыми. Но если ты хочешь, чтобы твоя песня звучала именно в оригинальной тональности, то есть, чтобы на оригинальной высоте, так как это записала сама группа или твой любимый исполнитель, тебе нужно пользоваться вот такой секретной штукой, как каподастер. В зависимости от того, насколько ты крутанешь эту кнопку транспонирования, туда ты ставишь каподастер и, соответственно, ставишь уже те аккорды удобные и знакомые тебе, которые предлагает сайт. Например, если я сделал транспонирование минус 2, соответственно, я каподастер ставлю на второй лад и ставлю уже аккорды, которые там вижу. Если мне нужно было крутануть на 4, соответственно, ставлю на 4 и так далее. Очень важно, чтобы эта фишка с каподастером работала, крутить кнопку транспонирования нужно только вниз, только в минус, плюс это работать не будет. На этом все, переходи по ссылке в описании, там ты найдешь тот самый потрясающий курс гитара 30 за 30, который, собственно, и научит тебе играть любые песни в интернете. Подписывайся, ставь лайки, оставляй свои комментарии и делись своими успехами вместе с нами.